Я хочу с вами поделиться, на мой взгляд, такой топ-10 того, что больше всего нас ослабляет. Топ-10 поступков, которые нас ослабляют. Их гораздо больше. Но это на мой взгляд. Мы часто поступаем неосознанно. Слушайте. Мы часто поступаем неосознанно, делая что-то, и мы не отслеживаем и не видим, что это теряет, что эти поступки впоследствии забирают нашу энергию. Мы что-то делаем, не отслеживая и не осознавая, что это забирает нашу энергию, нашу силу. Первое. Если, например, кто-то говорит, о, у меня куча проблем. Ты в этот момент обязательно заметишь. Ты думаешь, у тебя проблемы? Ты думаешь, у тебя плохо? Вот я тебе сейчас расскажу. И ты начинаешь горящими глазами, с энтузиазмом рассказывать, как ты несчастен. Как много у тебя проблем. Что он просто счастливчик по сравнению с ним. Что он просто счастливчик по сравнению с тобой. Что на самом деле ты самый несчастный, а не он. И ты делаешь это с верой, с энтузиазмом. Слушайте, иногда я вот смотрю на людей и думаю, боже мой, вот эту бы энергию вправе на русло. Второе. То есть ты говоришь, что ты еще несчастнее, когда кто-то говорит о проблеме. Это то, что колоссально выхолощивает силу и энергию. Второе. Ты часто говоришь, извините и простите, даже если ты не виноват. Да, я за то, чтобы быть воспитанным. Да, я за то, чтобы быть интеллигентным. Но если ты не виноват... Знаете, есть люди. Простите, извините. А можно? Позвольте. Простите, извините. Слушай, ты дитя царя. Ты дитя Бога. Если ты ни в чем не виноват, не нужно извиняться. И не нужно говорить простите, особенно перед теми людьми, которые этого не заслуживают. Это забирает энергию. Третье. Преуменьшать свои достоинства. Тебе кто-то говорит комплименты. Тебе кто-то выражает признательность. И ты говоришь такой, ой, да что вы, ну не стоит, ой, ну прекратите, ой, ну прекратите, ну не стоит, ну не надо. Или там ты что-то сделал хорошее, тебе говорят, спасибо вам большое, благодарение. А ты говоришь, ну не за что. Вот это слово «не за что» я ненавижу. Это получается, ты что-то делал, ты потратил время, а время – это выражение твоей жизни. И получается, ты кусочек своей жизни говоришь, это мусор, не за что. То есть получается, ты делал это вообще без какой-то цены, без ценности какой-то. Вот это, знаете, привычка преуменьшать свои достоинства. Это не стоит. Слушай, научись по-другому реагировать. Научись говорить, я рад, что я вам помог, я рад, что я был вам полезен. Здорово, что вы это оценили. Поблагодарили тебе сказать, с радостью вам помог. Уверен, что вы на моем месте поступили бы так же. Понимаете, можно еще так, аллеверды. Четвертое. В своей работе, деятельности, жизни можешь довольствоваться тем, что имеешь, и не стремишься к развитию. Просто довольствуйся. И твоя сила потенциалом заперт. Пятое. Ты общаешься только с людьми своего круга. Ты общаешься с людьми, которые твоего круга, которые не предъявляют тебе высоких требований, которые тебя не будоражат и которые тебя не заставляют расти. То есть ты находишься в зоне комфорта. Друзья, ты никогда так не вырастите. Тебе нужны те, кто будет выталкивать тебя из зоны комфорта. Тебе нужны те, которые ставят тебе, задают неудобные вопросы. Тебе нужны те, которые будут будить тебя. Тебе нужны те, которые тебя будут брать за уши и носом тебя показывать, тебя настоящего. На твои слабости, на твои комплексы, на твои травмы, на твою жертвенность. Чтобы ты это прожил, осознал и шел дальше, жив. Вы знаете, а некоторые из вас, вы ищете себе друзей таких, как вы, или еще хуже вас. И вы на их фоне чувствуете себя почти олигархами. Вы чувствуете себя такими мастерами. Потому что эти люди двух слов не могут сказать, а вы прочитали две книги и были на двух медитациях. И вы уже чувствуете себя просто гуру этого мира. И вы чувствуете себя и духовными, и богатыми. Потому что тот человек зарабатывает 20 тысяч, а ты 27. И тебе комфортно, тебе уютно. И тебе неуютно с теми, кто зарабатывает 100 тысяч. Ну, к примеру. И знаете, я как-то читал такой, не знаю, советовал один, говорит, девушкам совет. Если ты хочешь познакомиться в кафе или в ресторане с мужчиной, найди себе подругу, которая страшнее тебя. И тогда выберут тебя на фоне страшной подруги. И вот некоторые из вас, вы играете в такую игру. Вы окружили себя знакомыми и друзьями, которые слабее вас, которые беднее вас, которые глупее вас. И вы чувствуете себя просто, ну, я не знаю, принцессами, сократами, олигархами на их фоне. И вам комфортно. Вы никогда так не вырастите. Вы прячете свою силу. Вам нужны те люди, которые вас будут выбрасывать из лодок. Вам нужны те люди, которые вас будут заставлять будоражить. Они будут вас расширять. Они будут вас... Ну, вы понимаете, что вам нужно двигаться вперед. Они предъявлять будут вам требования. Они будут вам стандарты в вашу жизнь вводить какие-то. Не нужно искать каких-то лютых неудачников, на фоне которых вы будете вообще красавцами казаться. Не нужно этого делать. Не нужно этого делать. Шестое. Откладывать свои решения. Откладывать свои дела. Осуществление своих планов на потом. Вы знаете, я вот консультирую людей. Я был потрясен, насколько люди это не сознают. Вы знаете, насколько страшно откладывать дела, которые вы можете сделать сегодня? Почему? Слушайте. Слушайте внимательно. Если ты можешь что-то делать сегодня, срочно делай сегодня. Почему? Слушайте, если ты не сделал это дело до конца, ты в уме продолжаешь его делать. Друзья, если у тебя есть список незавершенных дел, ты только проснулся, у тебя 50% энергии ушло туда. И те дела, которые ты не сделал, они тянут энергию, внимание и энергию. Понимаете? Почему есть прословица такая? Сделал дело, гуляй смело. Не задумывались об этом? А я изучал. Потому что, когда ты не сделал дело, ты не можешь быть смелым, ты не можешь быть собранным. Ты беспокоишься о том, что ты не сделал. Замечали ли вы о том, что когда над вами, над головой висит, то надо сделать, и то надо сделать, и то надо сделать. Невозможно быть в хорошем настроении. Невозможно быть собранным. Невозможно быть в энтузиазме. А многие люди постоянно откладывают. Есть даже термин такой. Прокрастинация. Я его не очень его говорю, но вы знаете. Прокрастинация. То есть люди, которые постоянно откладывают. Наберите в интернете. Это психологический термин. И все, что можно сделать сегодня, делай. Все, что завтра, завтра делай. Не откладывай. Следующий поступок. Никогда не просить прямо, что тебе нужно. Это очень сильно ослабляет нас. Говори прямо, что тебе нужно. Что ты хочешь и что ты не хочешь. Мы об этом говорили. Следующее. Замолкать и не спорить всегда. Когда ты с людьми расходишься во мнении. Всегда уступать в дискуссиях людям, даже если ты прав. Бояться выражать свое мнение. И всегда соглашаться даже с ерундой. Друзья, вот это колоссальная утечка энергии. Ты прячешь свою силу. Если ты общаешься с людьми, если ты дискутишь. Я не говорю вам о том, чтобы скандалить. Я вообще дипломат, я никогда не кричу, я никогда не ругаюсь. Но если люди говорят какую-то аренду, я говорю, вы знаете, а я считаю по-другому. Я считаю иначе. И вы имеете на это право. Вы целостный человек. Вам дала такая же жизнь. Никто из людей не ценнее вас. Вы имеете право проявляться. Вы имеете право говорить все, что вы считаете. Можно говорить. И можно это говорить вежливо. Но если вы замолкаете, если вы никогда не спорите, если вы как всегда уступаете, даже если вы правы, и даже боитесь сказать своё мнение, это вы просто отдаёте свою силу и энергию. Девятое. Вы позволяете принимать решения за себя всегда. Вы просто... Пусть люди принимают решения. Ты примешь решение. Ты начальник, жена, муж, мама, папа, тёща. Вот. Пусть они принимают решения. И десятое. Наплевательское отношение к своему здоровью. Этот поступок тоже ворует нашу силу. Потому что чем хуже у тебя здоровье, тем меньше у тебя энергии. Вы согласны со мной? Чем меньше у тебя здоровье, вот чем больше у тебя лишнего веса, чем больше у тебя сахар, чем больше у тебя артериальное давление, чем хуже у тебя работают почки, тем меньше у тебя энергии. Но стоит тебе постройнеть, сбросить 10 килограмм, строить тебе, перейти на сбалансированное питание, Стоит тебе больше пить воды, меньше есть, больше ходить пешком, плавать, ездить на велосипеде, ты будешь себя прекрасно чувствовать, и у тебя будет больше энергии, у тебя будет больше сил. Как один, знаете, пошутил, говорит, а я со своим телом не церемонюсь. Я прихожу домой, ем две тарелки борща и потом бросаю свое тело, а еще этих помпушек с чесноком, и бросаю свое тело на диван, пусть там валяется, если не церемонюсь. Это такая шутка. Продолжение следует...